Дмитрий Триганов в хоккее равняется на Сидни Кросби, центрального нападающего Питтсбурга. Капитан Самарской Чайки уже по собственному опыту знает. В спорте случается всякое, руки опускать нельзя, тогда фортуна будет на твоей стороне. Самый сложный противник был у нас это были Марат из Тольяттинской команды, из Ягодного. Нас было немного поменьше, чем их, нас было 6, а их 20 человек. До финала нужно было обойти в хоккейном мастерстве больше 60 команд из 30 районов и малых городов губернии. В финале напряжение накалено до предела. Здравствуйте, друзья, ребята, по-настоящему спортивные. Недаром говорят, что еще один игрок, а ведь не запасной, это именно болельщики. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. За кого болеете сегодня? Ну, естественно, за любимую команду «Чайка». Как помогали дойти до финала? Такой ответственный день сегодня у ребят. Ну, вы знаете, переживали, помогали, как сказать, не спали ночами, за них переживали, возили на тренировки. И вообще наши дети самые лучшие. Чайка – чемпион! Чайка – чемпион! Такая бурная поддержка болельщиков оказалась не зря. Сразу в двух возрастных категориях – средний и старший – победила команда «Чайка» Красноглинского района Самары. В этом году лучшим командам вручили сертификаты на приобретение спортивной формы – 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч за второе. Бронзовые призеры получили комплект профессиональных клюшек. Одна из целей проведения таких турниров – это, конечно, наряду с привитием любви к спорту, это, конечно же, аудит спортивных площадок, дворцов спорта, где ребята могли бы развиваться. И я считаю, что этих целей мы достигаем. Показательно, что за три года проведения турнира «Золотая шайба» в Самарской области появилось шесть новых дворцов спорта, в том числе и «Кристалл», который принял финал региональных состязаний. Такой спортивный рост невозможен без координированных действий областных и городских властей, уверены организаторы турнира. Мы будем делать все, чтобы создавать современную базу, базу, которая привлекала молодежь. Куда бы здесь не пришли, это я имею в виду строительство дворцов. Планируем во всех практически крупных городах наших в ближайшие 2-3 года и в больших районных центрах иметь ледовые дворцы. За год участников у нас стало практически в два раза больше. И это не предел. Я думаю, что на следующий год команд участников турнира «Золотая шайба» в Самарской области станет еще больше. Победитель «Золотой шайбы» в Самарской области отправится на окружной этап. Если юные спортсмены покажут высшие классы там, дальше далеко ехать не придется. Финал всероссийского турнира пройдет в Тольятти на площадке «Лада-арена» с 19 по 27 апреля. Анастасия Зубарева, Максим Госев. События. Финал всероссийского турнира пройдет в Тольятти на площадке «Лада-арена» с 19 по 27 апреля.